Для поддержки семьи с детьми в Беларуси приняты исключительные меры. Об этом заявил сегодня президент на совещании по вопросам демографии. Поддержать мамы, помочь многозетным, какие меры по стимулированию рождаемости работают в стране, по словам Александра Лукашенко, нужно разобраться в эффективности всей демографической программы. В Беларуси до 11 вариантов помощи, включая материнский капитал, трехлетний декретный отпуск, льготное кредитование жилья. Если уж усиливать государственную поддержку, то только по тем направлениям, которые эффективны. Нам надо разобраться в системе поддержки и посмотреть, может нам где-то усилить поддержку, а где-то какую-то мелочь вообще убрать, которая не работает. Все равно человек в результате получит больше. Ну, к примеру, если мы примем приличное решение по обеспечению многодетных семей жильем, то, естественно, это стимул. Жилье для семьи – это все. Ну, а если вы где-то там на санаторно-курортное лечение отправляете и даете человеку 3 доллара, ну, так это вы распаляете, просто денежное средство. Поэтому нам надо серьезно подумать, тем более, что за столом у нас тут хватает и бездетных, и однодетных, и тех родителей, которые являются многодетными, имеют троих и более детей. Поэтому давайте выстраивать по-человечески этот разговор, отталкиваясь от земли. Если не принимать предупреждающих мер, то, по прогнозам специалистов, тенденции к снижению численности населения и его старению будут только усиливаться. Ну, вплоть до 40-го года, как специалисты рассчитывают. Проблемы рождаемости актуальны во всем мире. Германия, Италия, Эстония, Латвия – страны, где коэффициент резко не повысился, несмотря на большие единовременные выплаты. Процесс решения демографической проблемы длительный, но Беларусь останется на позициях максимальной поддержки мам и больших семей. Одно только пособие по уходу в возрасте за трех лет мы понимаем. Сегодня республика этим может гордиться. Три года и три года оплачиваемых. Пособие по уходу за ребенком сегодня – это почти 2,2 миллиарда рублей расходов. И это 1,8% от ВВП, но вообще по оценке экспертов под 5% ВВП тратится вообще на поддержку семьи. Это и семейный капитал, это и жилищное строительство, и здравоохранение, образование – те льготы, которые сегодня предоставлены. Поэтому сам масштаб поддержки семьи действительно ощутим. Приоритетная задача – обеспечить жильем все многодетные семьи. И уже к 2021 году все предложения, которые прозвучали на совещании, в том числе поддержка семьи в проведении первой эко-процедуры, систематизируют. После чего еще раз представят для обсуждения.